Добрый вечер, Эмманул Элизаров, и хотел бы с вами поделиться интересным фактом из нашей прекрасной могилы. О человеке, которого мы все знаем, Ахашвирош, это был царь, который царствовал на 127 государств. То есть это не просто 50 штатов, это 127 государств, почти весь мир в его руках. И мы смотрим, у него есть mood swings, то есть этот человек, он может быть самым добрым, спросит Эстер, все, что тебе нужно, до полцарства тебе дам, все, что захочешь, хочешь пир на завтра, no problem. Или же наоборот, он может быть очень жестоким, то есть когда его жена первая не вышла перед ним, это было вождь, и что он делает, он снимает голову с ее плеч. Почему такой drastic change? Что произошло, почему Ахашвирош? И, кстати, в Гемора тоже вопрос, а я мелех Типеш, о хахам, вопрос в Гемора, он был глупцом, глупым царем, или же наоборот мудрым царем? Ну, мудрецы тоже разъясняют там. Но, я хочу спросить вопрос, и хочу узнать, как мы знаем, кем он был? И ответ очень прекрасный. На самом деле, так как ты ведешь себя, так же с тобой ведут. Ваште она была перутца, она заставляла еврейских девочек раздеваться и служить ей. Она заставляла, каждый раз она стояла перед зеркалом, и она показывала свое тело, она радовалась своему телу. Она была перутца, она была показывала, хотела показывать свое тело и делала еврейских девочек, чтобы они голыми работали у нее для того, чтобы прислуживали ей. И это была Ваштей, и поэтому, когда пришло время рассчитываться с нею, Всевышний делает так, что сердце Ахашвироша, она становится жестоким, и он убивает ее, потому что она заслуживала этого. Но с другой стороны Эстер, написано в Тильбаш Эстер Малхуд. Она одела царство. Как можно одеть царство? Царскую одежду? Конечно, царскую одежду. Она была царицей. Конечно, одели царскую одежду, но не об этом говорит нам Мигела. Мигела говорит, что она одела царство. То есть, когда она одевалась, сам царь, сам Всевышний спускался к ней, как она скромно одевалась, красиво одевалась. И она никогда не позволяла себе разных глупостей. Она всегда была на высшем уровне своего цениута. И поэтому, когда она просила у царя, царь к ней был снисходителен. Царь говорил «Whatever, хочешь пол царства, ты получишь спорт царства. Хочешь завтра пир, ты получишь завтра пир». То есть, моя бабушка говорила «Ситурет бахал хигар боша». То есть, дай Бог, чтобы твоя звезда была теплой среди людей. То есть, как это может быть теплой твоя звезда? Как может быть так, что людям ты всем нравишься? Тогда, когда ты показываешь вот этот самый цениут. Тогда, когда ты показываешь свою любовь Всевышнему. И тогда Всевышний делает так, что все, всем ты нравишься. Куда бы ты ни пошел, дверь открывается. Куда бы ты ни заглянул, Всевышний открывает все двери. Даже если тебе это не прочитается, но все равно делает так Всевышний. Это мы учимся у Эстер, это мы учимся у вождей. И даже такой Ахашвирош, такой злой царь, он становится добреньким, когда Эстер к нему подходит только из-за того, что в нее была святость. Дай Бог, чтобы мы были святы. И дай Бог, чтобы нам открывались все двери. Всего доброго. До свидания.